Так, доброе утро, дорогие друзья. Шабуатов. Мы возвращаемся к Константе. Для меня это вот такая уже стала Константа, да, уже несколько лет. День начинается с этого урока Торы. 10.00. И урок Торы прямо начинается, да. Попова Илона нас смотрит. Многие уже смотрят 3-4 года эти уроки Торы, то есть мы вместе изучаем Тору, надеемся, что становимся лучше и делаем мир тоже лучше. Правильно? Вы играете сейчас в прямом эфире. Все. Доброе утро, Гриша Цубульский, который помогает нам все это распространять по всем каналам. Кстати, надо сделать, чтобы люди могли подписываться на телеграм-канал и потом получать все уроки в аудиоформатах. Очень удобно у нас сейчас идет рассылочка, поэтому обязательно вот сейчас в комментариях Гриша поставит телеграм-канал и всегда у нас будет или на уроте телеграм-канал. Для подписки прямо в телеграме можно получать каждый день все наши уроки Торы в аудиоформате, видеоформате, уроки. Яков Шатадин, шалом из Харькова, видите? Я уехал из Харькова. Яков приехал в Харьков. Харьков не остается без цадиков. Сейчас Яков Шатадин в Харькове вообще. Я думаю, что это сейчас центральный город на восточной Украине по Торе. Интересно. Хорошо. А мы продолжаем изучать законы злоязычия, стараемся убрать зло со своего языка. И значит, говорит нам Равзелик Плистин, что 71 пункт он нам дает такой совет. Называется совет «Неинтересно». Неинтересно. Он говорит так. Человеку следует приобрести привычку не проявлять интерес к тому, что не касается его лично. Это очень важно для тех, кто хочет научиться хранить свою речь. То есть, вот, например, злоязычие. Кто-то к вам подходит и говорит «Вот вы знаете, я сейчас тебе расскажу про Сергея, Сашу, Машу, Наташу». А вы говорите «А мне неинтересно». Ну, какой мне смысл про них слушать? Ты мне лучше расскажи слова Торы. Ты мне лучше расскажи, как ты мне можешь помочь достигнуть мою цель. Или я тебе могу помочь достигнуть твою цель. Давай говорить о тех вещах, которые принесут пользу. Какую-то пользу. А просто обсуждать, кому-то кости перемывать. Мне неинтересно. То есть, если приобрести такую привычку, то это тоже ограждает от лошанара. Но здесь вот есть очень такая, знаете, как есть тонкая работа. Тонкая работа. В чем тонкость работы? Вообще любопытство и интерес – это как двигатель человека. То есть, есть самое важное качество, одно из самых важных. Даже не так. Вот есть такая Мишна в Перте. Вот, говорится, сказал и Бензама. «Михахам», спрашивает он, «Кто мудрец?» И отвечает. «Алумет Миколь Адам». Тот, кто учится от каждого человека. Шинеймар, как царь Давид говорил, «Миколь Миламдай Искальти, от всех, кто обучал меня, я Искальти научился, ти эдутеха сихали, потому что твое свидетельство говорило мне». Теперь, я вчера как раз читал комментарии Морали Спради на эту Мишну. Он говорит, смотрите, что это за определение мудреца такое странное, да? Мудрец – это тот, кто много знает, например. Тот, кто прошел весь Талмуд, может быть, он мудрец. Или хотя бы всю Мишну. Или хотя бы он там профессор или кандидат наук. Может быть, он мудрец. Почему вдруг определение мудреца такое странное? Мудрец, кто мудрец? Это определение Торы. «Алумет Миколь Адам». Тот, кто учится от каждого человека. Это очень странный критерий. И он объясняет, что мудрость вообще, да, знание, вот знание – это вещь такая очень наносная, да? То есть, это вещь, которая… Кстати, вот Яэль. Да, иди сюда, пожалуйста. Мудрость – это знание внешнее по отношению к человеку, да? То есть, есть человек знание, у него есть какое-то знание, но оно внешнее. Он это запомнил, это запомнил, это запомнил. Но у него как хранилище, как такой компьютер на голове. Есть люди, очень много знают, но они вообще не мудрые. Как мне сразу почему-то вспоминается… Ну, не важно, кто мне вспоминается, чтобы мне было Ашанара. Теперь, как Тора определяет мудрец? Алумет Миколь Адам. Мудрец – это тот, у кого настолько сильное желание постигать мудрость, что он учится у любого человека. То есть, это качество, вот это качество внутри, оно принадлежит человеку. Знание – это внешнее, а качество его стремления к мудрости – это внутреннее. А как проявляется стремление к мудрости? Алумет Миколь Адам. Тот, кто учится от каждого человека. То есть, ему настолько интересно, он настолько любознательный, настолько ему хочется разобраться, как оно все работает, что он учится у любого человека. Как царь Давид приводится в пример его высказывания. От каждого, кто меня обучал, я умудрился. То есть, ему не важно было источник мудрости, ему важно было, что это мудрость, и он от каждого мог умудриться. И Кииду Теха Сихали, потому что он понимал, что источник мудрости – это Бог. И он видел за внешним каким-то слоем реальности, он видел внутренний слой. А внутренний слой – это духовность, это божественная, как маска вселенной. Есть такая книга, которая рассказывает о том, что весь мир – это маска. И он сквозь каждого человека заглядывал вот туда, за эту маску вселенной, свидетельство Бога говорило с ним. Теперь, почему я сказал, что вот это такая тонкая работа? Потому что здесь мы видим, что для того, чтобы избежать лошанара, нужно наоборот уметь выключать любознательность. Кто-то подходит, и там мне неинтересно. Ну, понятное дело, что если тебе неинтересно, никто с тобой не будет общаться, потому что смысл общаться с тем, кому неинтересно. Знаете, есть такие люди, типа, давай я тебе что-то расскажу, мне неинтересно. Да. То есть, такие люди, понятное дело, что самый неинтересный человек – тот, которому неинтересно. Но здесь вот нужно уметь, если это человек, который говорит лошанара, нужно уметь включать вот это качество неинтересное. А если это не лошанара, надо включать качество мнеинтересное. Ну, вот, поэтому я сказал, что это тонкая работа, очень сложно определиться, когда что включать. Понимаете? Хорошо. Значит, ну вот он дает такой совет, как нетивектор. Он говорит, так как мы сейчас изучаем инструменты, как избавиться от злоязычия, то это как раз очень работающий инструмент. Отморозится, мне неинтересно. И тогда с вами никто не будет разговаривать о других людях, потому что, ну, а какой смысл с вами разговаривать? Для лошанара это очень хорошее качество. Теперь дает он еще один совет. 72-й совет его. Называется этот совет «Без лишних волнений». Например, он говорит, мы услышали, что кто-то сделал нам что-то дурное, что-то плохое. Значит, спокойно примем неприятность без возбуждения. Излишние эмоции неизбежно приведут к злословию. Возможно, у нас нет повода для волнений. Или нам сообщили неправильные сведения, или все не так скверно, как нам представляется. Значит, у человека есть рациональный разум и эмоциональный, да, то есть эмоциональный мозг. Его даже называют, лимбическая система. И ученые-психологи, они утверждают, что это две, как коммутатор, две системы мышления, работающие на разных волнах вообще. Вообще по-разному. Вот человек сидит рационально, он понимает, что любое слово, оно многозначно, неоднозначно, и его можно интерпретировать. Это человек любой рациональный, спокойный человек это понимает, спокойненько он сидит и понимает, что при передаче любой информации вероятность, что она точно будет передана практически нулевая. Вот практически, когда кто-то сказал, кто кто-то что-то сказал, и особенно, когда идет дополнение, он имел в виду, это значит, что, когда идут вот эти все интерпретации, это однозначно, фактически значит, что та информация, которая доходит до человека, она имеет очень отдаленную связь с тем, что было. Теперь рационально любой человек это понимает, но в момент, когда у него включается эмоциональный мозг, а как мы знаем, что включается эмоциональный мозг, есть ученые-психологи, они по пульсу определяют, то есть есть такой Готман, его фамилия, он говорит, он много лет исследовал пары семейные, которые разводились, были близки к разводу и так далее, и написал целую серию книг по этому, и он изучал физиологию, и он говорит, что как только пульс поднимается выше 80 или 90 ударов, начинается просто война. Почему начинается война? Потому что у людей включается реакция бей-беди, там защита, самозащита, то есть они уже рационально вообще не могут себя контролировать. И он говорит, что если вот у вас какие-то есть с кем-то беседа, выяснение отношений или так далее, то есть если пульс поднимается выше, чем 80 ударов, нужно прям вскативать и убегать, и ждать, пока пульс успокоится, потому что человек с высоким пульсом, он мыслить рационально и адекватно просто не в состоянии. Но Равзелик Плистин, он нам этот совет дает из Торы, он говорит, без лишних волнений, начинаешь волноваться, считая, что у тебя мозги отказали, рациональные мозги отказали. Хорошо. Значит, что из этого следует? А, кстати, вот тут интересно, что когда ты отключаешь любознательность и тебе неинтересно, то ты тоже проваливаешься в такое спокойное состояние. В спокойное состояние ты можешь, каждое слово, в принципе, ты можешь его взвесить на внутренних весах и определить, насколько это слово близко к реальности. И ты поймешь, что любое слово и реальность – это совершенно разные вещи, да? Слова и реальность – это вообще из разных миров, можно так сказать, потому что слово – это мир виртуальный, это попытка передать реальность, но это никогда не реальность. И человек, который это осознает, понимает, то он попадает в совершенно другое пространство у себя в мышлении. Хорошо. Теперь, значит, сур-мира мы сделали отодвинция от зла, то есть попытались войти в состояние наблюдения за словами, и оно сразу как бы меняет мировосприятие. Теперь мы переходим к книгу заповедей. А что же делать? И мы сегодня в такой заповеди, для изучения которой нам, наоборот, понадобится любознательность и интерес. Потому что в наше время эта заповедь, хотя она и актуальна, но она и вообще никак не используется. Смотрите. Заповедь, есть такая заповедь в Торе, которая называется заповедь Ибум. Ибум. Значит, это 45-я заповедь в книге Сефра Митсфота Кацарха Фетскаема. И в ней, что это за заповедь такая? Это заповедь, повелевающая еврею жениться на вдове своего брата, умершего бездетным. Написано в Торе, если братья будут жить вместе и умрет один из них, а сына у него нет, то должен войти к ней брат мужа и взять ее в жены. Значит, такая заповедь. Теперь, что интересно, вот что меня больше всего заинтересовало в этой заповеди, что эта заповедь, ее соблюдали еще до того, как была дарована Тора. До дарования Торы. Тора была дарована 3333 года назад. Поэтому цикл уроков называется Песах 3333. Потому что мы начали этот цикл как раз после Песаха. И, значит, Тора была дарована 3333 года назад. До дарования Торы. Это было до дарования Торы, значит, 200, где-то около 200 лет, 250 лет до дарования Торы. Была история с Иудой. Иуда это был сын Якова. У Якова было 12 сыновей. И четвертый сын его звали Иуда. Иуда это вообще, вот я даже произношу слово Иуда. И у меня сразу всплывает из подсознания негативная такая пена. Очень странно, потому что откуда это берется? В русской ментальности, в русской, в мировой даже ментальности, можно так сказать, имя Иуда прилеплено ассоциативно к одному из христианской вот этой всей истории, который якобы, как рассказывают, он продал, кому-то продал информацию, что-то он продал. В общем, это синоним Иуда, синоним негатива. Но за, получается, около двух тысяч лет до этого, жил Иуда сын Якова. И слово Иуда переводится, это благодарный. Иуда это благодарный. Вот его перевод слова с иврита, леодот, это благодарит. И Иуда, есть эти мелодии этого слова, когда он родился, его мама Лея сказала Всевышнему, вот теперь я тебе благодарна, теперь мой муж будет со мной. Потому что это был четвертый ребенок, она родила Якову четверых сыновей. И она думала, что теперь вот Яков уже полностью будет ее. Хотя у него была еще, кроме нее, жена Рахель, еще было две жены, у него было четыре жены. И у них была очень серьезная конкуренция друг с другом. Поэтому Лея, которая родила четвертого сына, она сказала, вот теперь я уже благодарна Всевышнему, и назвала его Иуда. Вот, теперь вот этот Иуда, у него у самого родился сын, первого звали Эр, второго звали Анан. И есть известная история, что сын Эр женился на девушке по имени Тамар. Говорят, что вот эта Тамар, она была дочкой еще Ноаха. Есть такое предание, Медраж, но это, в Торе это не написано. И он женился на ней. И она была настолько красивая, что он не хотел, чтобы у нее были дети. И он не выполнял заповедь, плодитесь, размножайтесь. А так как эта заповедь очень важная, плодитесь, размножайтесь, а он ее осознанно не хотел выполнять, то он умер. Он умер. Значит, это сын Иуды старший. Потом написано, что второй его брат, Анан, которого звали, он женился на Тамар. Вот он выполнил эту заповедь, Ибум, чтобы восстановить имя умершего брата. То есть, сын, который рождается потом от этого брака, он, в него вселяется душа, вселяется, так говорят каббалисты, в него вселяется душа умершего брата, который умер без детей. И его прям этим же именем могут и называть даже этим именем. Ну, в общем, душа возвращается как в этот мир. Значит, женился Анан на ней. Но, опять же, она была красивая очень. И в Торе написано, и он тоже, этот Анан, делал то, что делал его брат, и тоже умер. Отсюда как раз идет вот это слово, которое похоже на слово Анан. И, значит, понятно, что он делал, и он тоже умер. И был там третий сын, третий был сын, который должен был жениться на ней же тоже, чтобы выполнить эту заповедь. И отсюда мы видим, что праотцы, они выполняли многие заповеди до дарования Торы. Еще не было в Торе сформулировано, что есть такая заповедь, но они уже выполняли эти заповеди. И тогда Иуда, он думает, да, странная история, Тамар, двое сыновей моих на ней женились и умерли. Теперь есть заповедь, чтобы женился на ней третий сын. Но страшно. И он говорит ей, подожди, пока он вырастет, окрепнет и так далее. И, в общем, Тамар вернулась в дом своему отцу, а он, значит, Иуда на это все не обращал внимания. И потом умерла жена у Иуды. И в Торе есть очень такая история, как Всевышний. Всевышний, вот он иногда такие закручивает сюжеты, что ни сериалы рядом не стоят, ни там вообще жизнь, она настолько интереснее, чем все сериалы. Вернее, сериалы, это попытка описать какие-то истории жизни. Иуда, у него умерла жена, и он идет, идет он, значит, со своим помощником. Идут они стричь скот на дальнее пастбище. И тут Тамара узнала, что ей же не дают мужа, она замуж выйти не может, потому что эта повелевающая заповедь, она состоит из двух частей, и в ней есть две заповеди. Первая заповедь, это брат, у которого умер брат без детей, должен жениться на его жене, если бездетная она. Вторая заповедь называется халица. Если он не хочет этого делать по каким-то причинам, то он должен ее освободить. Есть специальная формула, мы ее в следующий раз выучим. И он должен ей по этой формуле, формуле ее освободить от этого. То есть сказать, что все, я свободен, ты свободна, выходи замуж за кого хочешь. Но Иуда тогда не сделал ни вот это освобождение, не сделал ни... То есть Тамара и не могла выйти замуж, и он шел от третьего сына, ей не давал. И когда он шел резать этот скот, то она переоделась в женщину древнейшей профессии, и переоделась и села на перекрестке дорог. И он шел, и вдруг у него же жена умерла, он свободен. Дарования Тора еще нет. В то время были другие законы, как сказать, регламентирующие отношения. И он, значит, с ней он решил пожениться, скажем так. Так как нас иногда слушают и дети, то пожениться он с ней решил. В общем, а потом сказали, что она беременна, и у нее должны родиться дети. И она потом сказала уже, когда ее хотели за это казнить. А ее должны были казнить, потому что она была в статусе такая, не в статусе замужняя женщина, но и несвободная. И раз она в этом статусе, она забеременела, значит, ее надо было казнить. По законам сыновей Ноха были такие законы в то время. И уже перед самой казнью она раскрыла всю эту историю. Причем раскрыла только Иуде, тайно она ему послала, что отец ребенка и послала те вещи, которые он ей оставил тогда в залог. И, значит, Иуда говорит, она больше праведница, чем я. Она вот как раз и хотела выполнить заповеди, все как надо делать. А я вот боялся, сына ей третьего не отдал и так далее. И он на ней женился. И родилось два сына у них. Интересно, в Торе написано, вот имена сыновей Якова, которые спустились в Египет. Идет перечисление. Яков и его сыновья Рувен, Шимон, Иуда. Эр Ваанан. Почему-то в этом перечислении написаны те два сына, которые умерли. Написано, Эр Ваанан, Эр и Анан умерли, и спустились сыновья уже Иуды. И идут сыновья, не помню, как их звали, два сына, которые родились потом у Тамар от Иуды. И на это каббалисты говорят, зачем это написано? Зачем было писать имена сыновей, которые умерли? Ни у одного другого не написано, кто умер. Именно, чтобы подчеркнуть этот аспект, что их души вернулись в мир, и дети Тамары и Иуды, это были как раз вот эти двое, которые умерли до этого, умерли бездетными. И отсюда мы учим как раз очень много всяких. Каббалисты учат очень много всяких аспектов про переселение душ, возвращение душ в этот мир и так далее. Хорошо, дорогие друзья, все. Вот такие есть интересные. Хотя эта заповедь сегодня не актуальна и не выполняется, но мы ее изучаем, потому что мы хотим понять, как Всевышний управляет миром, как это все работает, как все устроено. И вот здесь как раз любознательность нужна. А слушать какие-то истории, как кто-то кому-то перемывает кости, вот тут надо любознательность отключать. Все, всем хорошей недели, хорошего месяца, ходы штов, начался месяц Илуль. Этот месяц, который, месяц подготовьте кроша-жена. Мы должны сделать хишбон-эфиш, это просчитать свою душу, найти, что в себе исправить и подойти к кроша-женаку дню суда максимально подготовленными, прямо с хорошими решениями. И с сегодняшнего дня желаю всем ктивавы, хотима тува. Значит, ктива – это записи хорошие, и хотима – и печати хорошие. В книгах жизни, которые будут, как раз суд будет через месяц, значит, чтобы всех хорошо записали и хорошо запечатали. Все, всем пока, чтобы готов, хорошей недели. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!